Чем запомнится Путин? На вопрос со звездочкой отвечали обычные россияне. Давайте послушаем. Например, война, которая идет в стране. То, что страну нашу, я думаю, поднял с колен практически, сделал ее самостоятельной, независимой. Перестали зависеть от других государств. ВСО. СВО, да. А, ВСО, СВО, да. Ой, как неловко получилось. То ли не выучил, что на России войну называют СВО, то ли проговорился, потому что с нетерпением ждет ВСУ. Поэтому и сказал ВСО. А по поводу того, что Путин поднял с колен Россию, для нас это неудивительно. Каждый раз хочется задать вопрос. Люди, а вы о чем? Большинство людей в республиках живет без газа и без туалета. Да, на коленях не стоим, ведь Путин-то поднял всех. Пенсионеры в деревнях разметают гнилой хлеб с полок магазинов. На нормальную еду денег нет. Путин поднял Российскую Федерацию с колен. Больше полумиллиона это потери российской армии. Да нет, вы что, поднял Россию с колен. Наглядный пример стокгольмского синдрома. Ну и вообще, мне кажется, как-то страна стала процветать во всех сферах, областях. Перед миром мне было реально стыдно сказать, что вот мы в такой стране живем, где такой правитель. А когда Владимир Владимирович стал президентом, да, потихоньку, потихоньку мы стали осознать. Я сейчас горжусь, например, что мы живем в России, и я могу сказать, что я россиянка, и что у нас такой президент. И его уважают во всем мире. Это позвольте поинтересоваться где. Если для вас весь мир это Эритрея, Северная Корея, Иран и Сирия, то нам вас глубоко и искренне жаль. А гордиться тем, что ты русский, что ты живешь в России, это позор. Гордость всегда неразрывно связана со стыдом. А если ты не способен чувствовать стыд, не сможешь быть способным чувствовать и гордость. У людей также спросили. Какие события могут означать для вас возвращение величия России? Ну, скорее, увеличение ее границ. Говоря, как бы в Советском Союзе, я считаю, вот это можно было бы сказать величие. Прекращение всех военных действий, захват тех территорий Донбасс, Одесса, зафиксировать все наши именно территориальные. Если мы действительно будем своими ресурсами, своими недрами распоряжаться сами или продавать по адекватной цене, например, а не так вот, как много-много лет Запад просто пользовался нашими ресурсами за копейки. Глупая женщина. Запад как раз-таки задорого покупал ресурсы. А вот сейчас экономика у вас, конечно, независимая. Особенно от Китая и от продажи ему за копейки газа. Как и от Индии, которой нефть за рупии продаете. А вот когда газ Европе продавали по выгодным ценам, тогда вы были зависимы. Люди России – это люди, которые реально говорят шаблонными фразами. Своих мыслей нет. А мужчину, который говорил о прекращении боевых действий, а потом сразу же начал размышлять о захвате новых территорий и вспомнил за Одессу, комментировать не хочется. Диагноз очевиден. В какой момент истории страна-агрессор и террорист Россия свернула не туда? Этот вопрос журналисты задали прохожим на улице. Ответы услышим. В 1991 году мы не туда свернули. Было время такое, СМД. 1991 год. Ну это, наверное, все-таки революция. А вот после раскола республик. Когда разошлись все республики сама по себе, вот. Для одних Россия свернула не туда, когда закончилась монархия, а для других – когда распался совок. Но все-таки есть точная дата, когда Россия свернула не туда. Это 7 мая 2000 года. Первая путинская инаугурация. Но что же ответили прохожие на вопрос о лучшем моменте в истории, когда страна начала расцветать? Ответы предугадать несложно. С приходом Владимира Владимировича Путина. Однозначно. Наверное, с приходом немножко к Путина мы чего-то начали добиваться. Не совсем нулевые. Немножечко вперед. Где-то с 2010 года, может. Я думаю так. Я считаю, что это при Владимир Владимирович Путине. Но не нулевые. Ближе к нашему времени. Ну конечно же. Какое-то сборище безумных. Война, нищета, преступность, безысходность. Зато Путин молодец. А что же делать, чтобы жизнь начала налаживаться? Что же? Во-первых, поддержать наших военнослужащих. Чтобы закончилась вот эта вот ВСУ. Ну прекратить СВО. Это причем, мне кажется, самое главное. Надо войну прекращать. Надо переговоры делать. Для того, чтобы закончить СВО, для этого не нужно поддерживать военнослужащих. Наоборот. Выйти пару раз на митинг в поддержку прекращения боевых действий и с просьбой к террористу Путину дать один приказ. Вывод войск России с территории Украины. Запишите. Продолжение следует...